Всем привет! С вами Дэн. И сегодня, наверное, стоит заготовить чай, кофе, ну или что-нибудь покрепче. Сегодня у нас реально эксклюзив. Сегодня крайне редкие, необычные часы. И более того, это часы от российской компании. И более того, это часы от компании, которая производит часы в России. Лабрадор, молодая российская компания из Калининграда, делает крупные, брутальные, эксклюзивные часы из дорогих материалов. Причем всегда их комбинируют. Золото, карбон, серебро, бриллианты, титан и так далее. Как заявляется, при создании часов используется большое количество ручной работы. Механизмы, что интересно, бывают либо восстановленные винтажные, соответственно, это единственные экземпляры часов. Либо это современные швейцарские калибры. Что касается винтажа, то заявлено, что они их покупают на аукционах в Европе. Ну, а современные это в основном, как я думаю, механизмы ЕТА. Цены в ритейле примерно от 500 тысяч рублей и где-то до полутора миллионов, ну или даже где-то до двух миллионов. Есть, кстати говоря, и женские модели. Все делается вручную. Полировка, гравировка механизма. Гравировка механизма, короче говоря, для ценителей. Для ценителей. Это я вам специально сразу рассказал, потому что теперь мы уже переходим к просмотру того, что у нас в коробочке. Да, и купить, заказать эти часы можно, например, на usheo.ru. Ссылку оставлю в описании к этому ролику. Значит, вот еще у нас тут есть, что у нас тут есть, буклетик, если так его можно назвать, огроменный просто. И здесь как раз примеры часов, которые есть у этой компании. С учетом того, что здесь ручной труд, золото и гравировка и ручная работа, как я уже говорил, отделка механизмов тоже ручная, это, конечно, должно впечатлять особенно живую. Ну, давайте смотреть, давайте смотреть, кожаная коробка, небольшая, но знаете, чувствуется, что здесь, вот чувствуется, что она вручную сделана. Да, как-то вот есть такое ощущение, и цвет подобран так, и качество, и все это, блин, ну, вот это впечатляет. Мне прямо вот упаковка в данном случае, мне кажется, важна. Вот это брутал. Кстати, так, ну, как-то, как-то надо посмотреть, что же здесь есть еще внутри. Здесь какая-то книжечка, буклетик. Давайте часы на подушечку положим. И, соответственно, буклетик достанем, посмотрим. Ага. Вот, собственно, здесь написано, Калининград генерала Челнокова. Модель. Год производства, наручная. 38 часов запаса хода, 25 штук, 28800 полуколебаний в час. 5 атмосфер, 49,5 диаметр корпуса. Золото и титан. Ну, что же. Интересно. Дальше. Безель, золото, титан, циферблат черный, цифры, часовые метки, золото, стрелки золота, стекло сапфир, материал кожи. Это браслет уже, да? Так, золото и горячий эмаль, логотип на ремешке. Ну, круто. Что касается механизма, я так понимаю, что это... Ну, естественно, он не указан, но возможно, что это ETA 2892. Но не гарантирую, что это так. Так, ладно. Ну, в общем, теперь самое время как раз рассмотреть эти необычные часы. Да, они большие, они крупные. И, собственно, целевая аудитория этой марки. Я так понимаю, что мужчины, опять же, сами по себе достаточно брутальные, крупные, любящие. Все такое большое, соответственно, эффектное, необычное, ну и золото. И золото, и дорогие вещи. Но знаете, что самое интересное? Вот, может быть, даже на картинках эти часы выглядят чуть, может быть, более слишком такими, да, вычурными. Но вживую, поверьте, впечатление совершенно другое. То есть, да, они большие, крупные, массивные. И, естественно, на любителя. Но чувствуется, во-первых, качество. А во-вторых, я бы сказал, что они не... Нет такого эффекта, что они прям вот стремятся как-то свалить именно вычурностью. Нет, здесь вполне себе... Я бы провел аналогию, наверное, с часами в Бло. Да, есть такое ощущение. Вполне себе сдержанный, если можно так выразиться. Но вот такой сдержанный кич, я бы так сказал. Но знаете, действительно впечатляет. Я бы даже сказал, что, как правило, нас, наши производители, российские, я имею в виду, приучили к такой вещи. Да, у нас есть чайкин, но вот большинство того, что остальное производится в дорогом, высоком сегменте, в люксе, если так можно сказать, как правило, это все-таки китайский продукт, как правило, посредственного качества, который может продаваться за несколько сотен тысяч рублей. В данном случае все наоборот. Ну, я не знаю, насколько камера передает, но реально очень качественно это все выполняет. Мы еще, конечно же, посмотрим макро-видео. Наверное, это будет самое интересное. Но, по-моему, потрясающая ручная работа. Я, конечно, понимаю, что не каждый оценит эти часы. И более того, наверное, наиболее такие крупные, брутальные модели сейчас все-таки немножко вышли из моды. Но, тем не менее, все равно ниша для них сохраняется. И поклонники больших часов, они, естественно, никуда не делись. К тому же важно, чтобы эти часы были сделаны качественно. Здесь все это есть. Здорово. Посмотрите, какой огромный крокодиловый ремень. Причем, я так думаю, они сделали весьма грамотно. Снизу это не крокодил, а сверху, где вот обычно жесткий, это как раз крокодил. Это, по-моему, хорошее, интересное решение. Ну и качество. Качество, конечно, да. Всего таких часов сделано 25 штук. Бакли какая. Ну, крутяк. Что у нас здесь? Так, заводная головка у нас... А, завинчивается. Заводится все мягко. За разговорами о качестве, конечно, немножко я отвлекся от циферблата. И здесь, конечно, есть определенная проблема с читаемостью стрелки. И с учетом того, что здесь полускелетонированный циферблат, стрелки, конечно, считываются не очень хорошо. И нужно привыкнуть. К тому же есть вот эта плашка с логотипом компании. И, да, с читаемостью здесь проблемы. Но, естественно, читаемость здесь это не самое главное. Здесь, конечно, максимальная бруталити. Очень высокие часы. Выпуклое стекло. Но при этом безель все равно заходит над стеклом. Ну что же, надо померить, наверное, размерчики. Мы с вами знаем, что здесь 49 с чем-то. Так, у меня пластиковый, так что с часами ничего не будет. 49,3. Ну, там 49,5 заявлено. Я думаю, что просто смотря, как мерить. Высота. Я думаю, что под 2. Нет, 16. 16. 16. Так. Паренью. 24. И вот от ушка к ушку. 60. Ну, давайте посмотрим, как на моем запястье. Давайте посмотрим. Ну, мне они велики. Это как раз вот к разговору о том, какие должны быть часы под ваше запястье. У меня 18,5. Вы видите, что ушки за них выходят. То есть, если бы ушки здесь были короткие и сразу бы шли вниз, то, в принципе, даже такая шайба была бы окей. Но в данном случае, конечно, мне эти часы велики. Запястье должно быть, ну, наверное, сантиметра на 2 больше. Может быть, где-то от 20. 20 и даже, может быть, 20,5. Так что обязательно нужно примерять. Ну, а теперь, я думаю, самое время перейти к самому вкусному. И посмотреть, каковы они люксовые часы ручного изготовления, причем российские, в макро-видео. Ну, давайте смотреть. А здесь, кстати говоря, диск даты тоже золотой. То есть, механизм они еще и дорабатывают. Ну, кстати, не все детали механизма гравированы. Это, может быть, немножко жаль. Но, вероятно, тогда цена была бы еще выше. Стоимость этих часов точно не могу сказать. Ну, что-то около, как я понимаю, где-то 700 тысяч рублей. Баттлю давайте глянем. Ну, хорошо. Что скажу по итогам? Во-первых, безусловно, я рад, что в России есть такая компания. Это уже хорошо. Тем более, что у нас, если брать дореволюционную Россию, всегда были такие большие традиции по изготовлению люкса в его сегодняшнем понимании, такого уникального, единственного экземпляре. Это круто. Понятно, что эти часы не для всех, из-за размеров, из-за дизайна. Но, как правило, такие вещи, которые уникальны и в единичном экземпляре производятся, они и предназначены каким-то конкретным людям. Это, скорее, даже хорошо, что они необычные. Если бы они были обычными, то это, в большинстве случаев, все-таки масс-маркет. С учетом того, какие здесь характеристики, какой здесь объем золота, ручного труда, я думаю, что о цене, наверное, говорить неправильно. Потому что, по большому счету, это уникальная вещь. Сколько на нее ручного труда затрачено, драгматериалов, стоимость дизайна, стоимость доработок механизма того же, ремешок. Ну, это, мне кажется, с точки зрения классики, когда многие пытаются считать все, исходя из себестоимости составляющих часов, ну, это здесь подход совершенно не работает. Поэтому, в данном случае, я думаю, что часы качественные, часы уникальные. Для многих покупателей, которые любят такой стиль, такой бруталити, это крутые часы. Вот так я их и буду оценивать. Пишите, как вам эта модель. Может быть, другие модели, которые есть у Labrador, вам понравились больше. Или, может быть, вы приведете какие-то аналоги, какие есть на рынке из других стран. Ну, я имею в виду именно в таком сегменте, и не что-то из масс-маркета, как вы понимаете. Будет интересно, обсудим. Я на этом с вами прощаюсь. Конечно же, я надеюсь, что вы прожали свои царские, тем более часы такие прям царские, да. Царские лайки нужно обязательно прожать. Всем пока, не болейте. С вами был Дэн.